всем привет друзья сегодня мы с вами посмотрим ролик который заказал один мой подписчик один давний спонсор недавний конечно ваш один заказал save my life вот этот ролик перфект нуб и деметра обзор паттл рилс ставлю лайк яку сириду да комментарий для развития а вас друзья мои попрошу проделать те же самые манипуляции со мной пишите комментарии мне поставьте лайк мне я буду всем привет это перфект нуб и нет так кто хочет заказать ролик ссылки найдете внизу в описании там же есть ссылки и на бусте торопливо продолжается второй сезон обзоров сегодня деметра вновь любезно согласилась составить мне компанию не ну ты так а деметра она в этом радаре что-то посвящен жалобно просил стоп 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 когда это слова взаимовыгодное сотрудничество объединение усилий достижения максимального результата стали жалостливыми когда всегда они стоят в одном предложении со словами никто не смотрит и помоги пожалуйста и когда стоишь на коленях говорите слова ой все мы здесь чтобы делом заняться встречаем battle realms заставки не будет это тот редкий случай когда с игрой у меня не ассоциируется вообще никаких песен battle realms это ртс в жанре японского фэнтези не то чтобы это было ртс риал по реал тайм-стрейт кое-что стратегия реальном времени ртс дельный жанр просто хоббиты и гоблины заменены на самураев и ронинов а все хоть сколько-нибудь важные действующие лица являются людьми кроме дракона инвалида потому что он без крыльев хотя летать все равно умеет сюжет повествует о борьбе за власть между четырьмя кланами когда-то давным-давно на континенте царил мир и порядок под руководством клана змея да не все были счастливы рабовладельцы в китае по моему или в японии или в китае в японии был в феодальное время на было раздробленным государство они кланы что-то не были кланы какие-то но отдельные а потом какой-то день пришел чувак и всех объединил он в японии это было один император их объединил под свое крыло взял а так им все между собой там старались постоянно просто просто думаю это скорее всего реально какой-то исторической эпоху взяли это кажется чувство черной маги делают свои черные дела и никто не шпыняет их но хотя бы порядок был и он закончился со смертью тайме его старшего сына и пропажей младшего через семь лет главный герой кэнди аналог чудом спасшегося царевича дмитрия возвращается и говорит мужики я кэнди я буду здесь править план таки прокатывает и заручившись поддержкой одного из кланов герой начинает объединять народы разбивать лица конкурентам и искать сферу могущественный артефакт некогда принадлежавший его отцу сюжетец надо сказать так себе ибо расширение империи беготня за сферой на полноценную интригу не тянут довольно слабая попытка была предпринята и в моменте с предательством потому что сразу становится понятно кто из друзей воткнет тебе нож в спину как только он впервые появляется на экране но все же компания радует тем что иногда можно выбирать территорию это как она сказал про то что чувак появляется их сразу понятно кто тебе предаст один в принципе рассмотрел или вот диктатор там вот был дядюшка диктатор помню мы смотрели на бусте не смотрели кто не знает заходите смотрите на бусте там был дядя дядя у диктатора был который предал его так вот этот актер он постоянно в ревом фильме где он снимается все время предатель играет если увидишь что заешь он предатель это в одном фильме был нормально выиграл два вне себя как называется фильм что такое территорию на которую мы нападаем глобальный это ни на что не повлияет в большинстве случаев да ладно к рельсам мы все давно уже привыкли не напугаешь этим никого но приятно иметь хотя бы такую свободу что в компании действительно бесит это синдром последнего алиэна который здесь можно свободно переименовывать в синдром последнего крестьянина уйдет куда-нибудь в леса партизанить и все ходишь как дурак ищешь его а ко всех не перебьешь на всех прибыль это бесит хорошо хотя бы в современных играх такого нет короче с компания вроде бы как разобрались теперь о самой игре когда я делал видео про последователи age of empires я хотел легонько затронуть тему battle realms а но в последний момент передумал ибо новаторские фишки здесь достойны отдельного ролика я начну нет значит так все в том же цикле про age of empires я говорил о том что работники это мастера на все руки умельцы и молодцы на самом деле они просто дети во-первых здешние крестьяне появляются бесплатно автоматически вылази из хижины уже население к установленному лимиту тем медленнее они появляются хорошо сомнительное достижение но во-вторых рабочие не только умеют добывать ресурсы строить и чинить здания они еще могут обучаться военному ремеслу вот построил ты казарму и штамповать нельзя потому что надо отправить в нее кризис это в этом stronghold crusader такая же тема допустим поставил построил там отдельно казарма отдельно кузница стрелковый какой-то полигон там вот там и сложно как я так и не разобрался ни хрена и не смог это вторую-третью миссию не прошел чтобы самый легкий играл и не смог с янина и через какое-то время оттуда выйдет копейщик он уже не умеет собирать ресурсы но умеет тыкать в нехороших людей палкой убивалкой у каждого клана есть три здания для выращивания из крестьянина воинов и каждый выпускает юнитов одного типа так на стрельбище крестьянин обязательно станет лучником но на помощь нам придут комбинации того же лучника можно теперь отправить в казарму и на выходе мы получим уже не копейщика и даже не копейщика с луком а воина дракона сильного мужика с брутальным мечом и возможностью кидаться магическими стрелами это явление называется военной лохи знаем мы дома войны дракона чё рассказывать имеет не может выучить слагаемых сумма не меняется также нельзя отправить наших подопечных учиться обратно поэтому есть три типа юнита прошедшие обучение в каком-то одном здании три комбинации из двух школ и один убер солдат прошедшие обучение везде итого семь плюс один юнит поддержки и супер оружие клана которая перерабатывает венцы эволюции и получается девять юнитов в аддоне winter of the wolf было добавлено улучшение для центральной площади в котором можно вырастить еще две боевые единицы так аддон это дополнение сейчас про дополнение поддержки все равно как-то не густо да тебе мало тогда специально были придуманы еще два обучающих здания на варкрафт что ли похоже какую-то игру напоминает не могу вспомнить я немножко играл в варкрафт вот третий там или четвертый варкрафт какой-то который забыл название слова дота вот на который надо на доту похож которые не делают нового солдата вместо старого но дают ему какую-то особенность кардинальной разницы это не сделает но отличия будут так лучник сможет развеять туман войны на определенной площади или поджигать стрелы что позволит эффективно уничтожать здание а пока вспомнил про пожары наверняка играя в любую ртс вы могли видеть как коцаное здание охватывает пламя но это всего лишь декоративный огонь и им никого не напугаешь а вот в battle realms здание реально горят какой-то еще игре есть создание слог и ремонтировать они будут сгорать я уже не помню какую-то игра вот тоже стратегия благодаря юнитам с огненной атакой остановить процесс разрушения можно крестьянином блин эти ребята все умеют наверное жизнь на земле тоже началась крестьянина организуй культ поклонения японскому крестьянину об этом я чё-то не думал о крестьянин всемогущий да возведутся крепости наши да наполнится рисом амбар сохрани от пожаров поселения наши да превратишься не вообще по-нормальному крестьяне ну так так ты крестьяне очень не всемогущие всемогущие могущие все потому что жить допустим да представьте себя грубо говоря 15 16 век жить натуральным хозяйством да как называется натуральным хозяйством не имея вот продукты какие продукты имеются у них вот это вот то что ты раздобыл на земле свои сделал на земле сами себя вот дом сделать сам так что действительно считаю что считаю что всемогущие были в смысле что умели много всемогущие плане как это могущество какое-то умелое умел и исцелишь убогих да он еще не про этих вроде не про японских вообще в принципе крестьяне они плюс-минус в европе во всех странах или плюс-минус одинаковые крестьяне были быт уклад немножко немножко культура может быть другая а плюс-минус одна суть одинаково почти везде пол менять умеет отправляешь его учиться в японскую баню а на выходе он уже совершенно другой чудеса пластической хирургии ты обучение проходил зачем учиться я уже умею ну просто там объясняется этот момент мол крестьянин берет обязанности гейши на себя и она таким образом освобождается оу и это получается мужик теперь делает все вот те прикольные штуки получать там крестьянин может быть крестьянка допустим это так он точно святой ресурсы в игре 2 первая национальная японская валюта рис и вторая японская национальная валюта вода на рисовая плотность поле отправляется крестьянин и в течение какого-то времени собирает его а затем тащит мешок рис заканчивается но подобно тиберию вырастает через какое-то время можно ускорить процесс поливая его крестьянин набирает ведро воды из ближайшего водоема и плюх с водой проблем гораздо меньше пришел ведро зачерпнул пошел плюс вода неисчерпаема и пойдет любая хоть из лужи а если этих поблажек недостаточно то прям на базе можно воткнуть колодец одна проблема до колодца в технологическом древе нужно еще добраться так что какое-то время воду все равно надо будет таскать из другого источника рис и вода необходимы как ни странно для возведения зданий обучения войск еще как почти в любой стратегии есть исследование но проводятся они за третий ресурс частицы инь или янь что-то вроде боевой славы и ибо зарабатываются они в бою и чем дальше от союзных построек тем активнее то есть в идеале мы должны нападать на противника разницы между инь и я никакой кроме эстетической просто светлые кланы получают расходуют янь темные и не если что баланс типа должен же быть это тяжело на самом деле сбалансировать разные фракции это я вот играю в игру я в основном старенький уже играю когда уже проверены временем и так читаешь комментарии ну раз там рассказывать люди что на старте допустим вот и варка total war играл вар вархаммер total war вархаммер и там рассказываешь что допустим рыцарь самый первый рыцарь у нас грубо говоря 50 процентов всех убитых убивал только один рыцарь главный самый да выносил всех потом конечно пофиксили потому что поняли что дисбаланс сильный что он чересчур мощный так вот баланс тяжело рассчитывать поэтому я не сделал ну что они одинаковые только отличается цветом грубо говоря это баланс и так и должно быть во всех обучающих зданиях и в конюшне есть по три ой про конюшни не сказали значит помимо дарования способности практически любого юнита или героя можно посадить на лошадку ой а накал посадить можно погодь доберемся до героев находясь на лошади юнит получает полоску здоровья и энергии еще и для скакуна а также возможность толкаться мощными конскими ногами с другой стороны всадник не может пользоваться свой свой забыл когда он натиск натиск способностью пока не окажется на земле так что нужна вам кавалерия или нет решайте сами и еще одним аргументом против конницы является ограниченность лошадей новые на карте появляются медленно да и старых еще надо поймать кто этим занимается крестьянин ну и герои с героями все просто они немного сильнее выносливее обычных солдат и у них уже есть способность гораздо более крутая чем у любого из юнитов в остальном никаких отличий никакого опыта их артефактов ну чё все вроде бы как можно еще до кучи о кланах поговорить суть такова кланов всего четыре и они кардинально разные при том что набор зданий и войск схож и аналоги легко узнаются первый это клан змея темная сторона силы за него можно погонять в компании да это привилегия данная не каждому некогда великий клан змея теперь собрал под свои знамена бандитов ронинов наркоманов и помина под свои знамена собрала очень неприятных личностей даже гейши у них какие родин это это самурай который остался без без господина это проститутошные клан хай-тека ну если арбалеты и огнестрельное оружие можно считать хай-теком иногда пользуется черной магии и на этом завязанных супер юнит некромант клан дракона доступен в компании отколовшийся от змея кусок которому не нравилась новая политика его новых лидеров светлая сторона силы классическая япония классические гейши лучники самураи сумоисты с базукой классика она такая сумоисты с базукой новые сильные представители клана дракона могут не полагаться на тактические изыски и зарашить противника танками мамонтами ну то есть самураями хотя тактика никогда не бывает лишний супер оружие супер супер эти супер их оружие европейцы пришли то пинками к дарите самураев супер этих бойцов невозможных я раньше считал самураев такие там фильмах они превознесены такими на самом деле европейцы пришли по щам на давали тем самураем поэтому я не знаю как относиться дракон инвалид который на этот раз не то что летать ходить не может зато за четырех самураев и трех частиц я не можно так жахнуть в любую видимую точку на карте что врагам мало не покажется союзным войскам и зданиям не наносится никакого ущерба пламя дракона то выборочная клан волка имеет отдельную кампанию в рамках аддона winter of the wolf очень мерзкую и муторную большие просторы рабских шахт по которым надо кучу времени шататься туда-сюда и бессмысленные раздражающие сценки после каждого даже самого незначительного задания сходил в туалет после чего грейбек бежит к насмотрщику с довольным криком на сяльника я пока кал увидев эту же шахту в четвертой миссии подряд я вырубил компанию нахрен теперь о самом клане дикий и необузданный клан волка представляет собой светлую сторону силы те кто вполне могут конкурировать с дракона вот сейчас вспомнил ее река из red alert у него там модели тоже аддон был дополнительный си аддон как правильно сказать длс наверно или не радон неважно короче был ее река назывался и там чисто за японского спецназа играть за ее река девку из-за этого так круто было за нее играть им так сначала тяжело было что-то не понимал зубу херик хотел скипнуть а потом что-то две миссии прошел мне так понравилось где-то вот этому стоило бы отдельную игру еще посвятить так круто сделано вот так интересно за нее играть вообще нам по толщине солдатских харь имеет сбалансированную армию в которой отсутствует гейши некому полечить волков хотя им это и не нужно из-за природной регенерации здание для улучшения солдат всего одно глина мешалка дающая одинаковый апгрейд для всех глиняную броню второй вариант друид раздающий благословения вот тут бонусы уже разные супер оружие оборотень получается после обработки друидом берсерка убер юнита волков процесс превращения полностью лечит пациента так что лучше превращать в оборотни тех берсерков которые вот-вот двинут кони кстати о конях не в части они у этого клана такой вот больше формат нравится когда вот что-то что сейчас подумал когда вот каждый юрид на счету тебя грубо говоря когда там образно говоря 6 на 6 дерутся или там восьмерых на пятерых можно отправить там замочить чтобы их чем когда вот как казаках казаки играл кто-нибудь не зайдет 5000 бойцов просто таких идут просто тупо идут как как сказать просто толпу делаешь и они просто идут идут я помню что-то меня толпа шла у меня эти стояли луч не лучники стрелять которые мушкетер по моему что такое просто тупо идут и идут стрелять 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 просто псих перестреляли до кона шли шли так это тупо было вообще пойманных лошадей они скармливают настоящим волкам после чего любой юнит может взять по одной зверюги в качестве телохранителя оборотень может взять двух а второй специальный юнит поддержки этого клана вожак может брать трех клан лотоса не играбелен ни в одной компании но в режиме схватки им вполне можно порулить лотос это больше чем тьма это сверх темная сторона силы сверх здорового вида худые и бледные люди из-за плохой физической формы они очень медленно ходят и быстро умирают но пару раз подравшись вытаскивают за счет способностей а теперь подробнее воина флота соусиливают три брата акробата для вызова каждого из них требуется частица и первую ты получаешь даром остальные зарабатываются привычным методом брат тратит немного маны усиливая воина накапливается же мана в бою набор улучшений любым братом дается одинаковый кроме убер юнитов колдунов и повелителей колдунов также войны второго тира могут получить альтернативную способность съев крестьянина к сожалению это причастие пожирание плоти своего бога это еще раз указывает на ложественное происхождение крестьян фу гадость клан лотоса также умеет пользоваться лошадьми но после обработки те выглядят как кони долбанного апокалипсиса и получают способность поливать огнем противника и того за муторную кампанию разнообразные кланы графон культ крестьянина и уникальные идеи батлы так если игра 9 9 лет назад было это получается чуть пятнадцатый год плюс еще хрен за сколько лет она когда она вышла от игра сама в принципе ничего что такое можно реалмс получает что получает кого получает статуэтку золотого нуба ура товарищи а с вами были диметра и перфект нуб до встречи до встречи еще еще у них есть сколько кстати а ты какому клану симпатизируешь компанию за кого с большей радостью проходил за дракона оба на любитель империи удивляет а чё не за змея плохие парни уже не привлекают я вот причем тут вообще хороший плохие симпатизировать надо тем кто предлагает более перспективное будущее змей уже не тот там гопота одна вот дракон совсем другое дело но это если по компании судить так то самое перспективное будущее за лотосом понятно вот все и встал на свои места ну а я чё виноват что злодеи обычно такие классные и будешь таким же бледным тоненьким зато охрененным магом кстати запись то еще идет наверное этот фрагмент видео куда-нибудь ставлю вот аддон уже явно другой художник рисовал какой красивый городской центр лотоса до прокачиваем его в новое здание вот во 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 вот это что такое что за двухполигональное убожество с низким разрешением зачем не можете нарисовать не делайте вы новое здание пусть новые юниты в обычном городском центре обучаются зачем вот на такую хрень менять ё-моё алё полин скажи уже что-нибудь самураи зашибись концовка хорошая концовка прикольно было так друзья мои вот такая вот сегодня у нас с вами получилась реакция понравилось или нет напишите комментариях ставьте лайки делайте репосты будьте клёвыми и всех пока делай как по кайфу родной только в рамках дозволен